На основании совместного решения света депутатов и Сальгурского районного исполнительного комитета с апреля месяца в Сальгурске создано и функционирует 17 рабочих групп территориальных секторов по контролю за благоустройством и наведением порядка в городе и районе. Рабочая группа обследует территорию сектора. В ходе обследования составляются и выдаются рекомендации субъектам хозяйствования, которые находятся на этой территории и нарушены правила благоустройства. Таких рекомендаций с апреля месяца выдано уже больше 800. Процент исполнения около 80 этих рекомендаций. С деятельностью рабочих групп наша съемочная группа решила познакомиться на примере территориального сектора номер 5. Он действует на базе пятого ЖЭСа. На контроле рабочей группы 12, 13, 17 и 18 микрорайоны. На этой территории расположены 88 жилых многоэтажек, немало магазинов, аптек, есть кафе, банки, технические сооружения. Дважды в месяц рабочая группа территориального сектора обходит свою территорию, чтобы оценить ее состояние. На Богомолова установили контейнер углубленного типа, но не благоустроили площадку. На бульваре шахтеров расписали стены. Возле дома 24 по Богомолова просел канализационный люк. Ни один из недостатков не останется без внимания. Каждый фиксируется, подкрепляется фотографией. В этот же день будет оформлен протокол и предложение об устранении направляется ответственной организации. Экокомплекс, водоканал, ЖЭС или частная компания. Рабочая группа располагает сведениями обо всех 30 субъектах хозяйствования, которые ведут свою деятельность на территории сектора. 34 предложения мы внесли. В принципе, наши все предложения устранены. За исключением трех предложений, которые мы внесли на протяжении всей нашей работы, это те, которые требуют больших финансовых вложений. Те предложения, которые требуют больших финансовых вложений, мы направили нашему председателю совета депутатов Калиевой Алле Васильевне. То есть эти вопросы будут, я думаю, что рассматриваться дальше. И может при, я так думаю, что у нас в следующий год надо бюджет все-таки предусмотреть какой-то бюджет для них устранения. Я думаю, что эти вопросы будут устранены в следующем году, то есть при наличии финансовых средств. Главная задача рабочей группы – контроль за благоустройством и наведением порядка на территории сектора. Каждый из девяти участников группы обращает внимание на свое направление – землеустройство, санитарное состояние, безопасность, энергоснабжение и другие. По словам руководителя группы, субъекты хозяйствования внимательно относятся к предложениям рабочей группы. Прибегать к штрафным санкциям пока не приходилось. Все руководители объектов, которым мы выписываем предложение об устранении, относятся должным образом, так сказать, к нашим замечаниям. В принципе, все устраняется. И я думаю, что это относится не только к руководителям наших субъектов, но вообще к жителям нашего города. Что каждый понимает, что хорошо жить там, где чисто, где порядок, где своевременно все убирается, уборка своевременно проводится. То есть там, где чисто, где порядок, там всем приятно жить. Поэтому, наверное, все-таки относятся к нашим замечаниям, к нашим предложениям. Создание рабочих групп территориальных секторов уже доказало свою эффективность, отмечают в отделе ЖКХ райисполкома. Анализ показал, что ведется системная работа по контролю за благоустройством и санитарным содержанием города и сельских населенных пунктов. А это значит, что недостатков будет гораздо меньше.